Беларусь закрывает границу на выезд. Речь идет о наземных пунктах пропуска. Ограничения приняты в целях предотвращения распространения коронавируса и вступают в силу 20 декабря. Под запрет на пересечение границы не попадают дипломаты, водители-международники, командировочные и некоторые другие категории граждан. Подробнее ознакомиться с документом на национальном правовом интернет-портале. Белорусский национальный технический университет отмечает 100-летний юбилей. Свои поздравления коллектива учреждения направил президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что сегодня университет остается ведущим учебным заведением Беларуси по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. Также занимается внедрением прорывных разработок и созданием инновационных производств. Беларусь в будущем году потратит 50 миллионов рублей на закупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве финансов. В ведомстве также рассказали, что стоимость лечения одного пациента с COVID-19 составляет от 300 до 3000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Вакцинация же одного человека обойдется в сумму около 10 долларов. Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников. Там можно будет купить игрушки, подарки, праздничные сувениры и угощения. Как сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования торговли, все мероприятия будут проводиться с учетом рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 12 декабря. Участниками станут около 130 ребят. Все они победители различных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Поздравить их придут представители горисполкома и депутат.